Всем привет, друзья! С вами Павел Доктор. Давайте начнем обсуждать CTR. Что же такое CTR? В первую очередь, конечно же, это показатель эффективности вашего видео. Забудьте всю оптимизацию, которую вы делали. Сфокусируйтесь только на CTR. Почему это важно? Потому что это 50% успеха. Сегодня поговорим, как же работает CTR. Вот скриншот, на котором два разных видео набрали разные CTR. У одного 5,5, у другого 3,5. Почему-то в одном случае мы набрали 600 просмотров, а в другом 300. И при меньшем CTR мы набрали больше просмотров. Как же так работает? Есть вот в этой воронке еще один такой важный фактор. Он называется impressions. Impressions – это впечатление и показы, то есть, насколько ваше видео сам YouTube, сам Google показывает. Допустим, вы выложили видео, и он показал 100 людям. Из них кликнули, там, допустим, 3,5% и вы получили 3,5% просмотра. Но другое видео вы выложили, и он показал уже 200 людям. То есть, 200 человек увидело, и от них тот же самый показатель 3,5% уже получилось 7 просмотров. Как это работает на самом деле? Первое. YouTube в первую очередь показывает вашим подписчикам. Именно поэтому в первый день выхода вашего видео у вас максимально высокий CTR. Все люди, которые на вас подписаны, обязательно кликают и максимально смотрят это ваше видео. Дальше YouTube показывает тем, кто искал похожее на ваше видео. То есть, кто-то искал в поиске что-то похожее, что у вас, и он показывает им. То есть, он смотрит, насколько люди, которые искали эту тему, смотрят ваше видео. И, допустим, там высокий CTR. И только потом он начинает показывать похожим на ваших подписчиков людей, то есть, с похожими интересами, которые вас тоже, допустим, смотрели, но не подписались. И дальше он также показывает похожим людям, которые что-то в этой сфере тоже искали. Не конкретно ваш поисковой запрос, ваш тег, да, ключевик, ключевое слово. А похожие люди, которые в целом тоже этим интересуются. И вот в зависимости от этих параметров очень непредсказуема. Что же будет с вашим CTR? Гарантированно CTR будет большой, когда это хайповая тема. То есть, когда это интересно большому количеству людей. Например, бой Хабиба. Вот вам пример. 10, больше 10 CTR. Все, что связано с Тимати, музыкой, шоу-бизнесом. Вот вам большой пример. Егор Крит уходит. CTR больше 10. Скандал, который был с Трансформатором и дневником Хача, которого обсуждали. Вот вам пример. 22 CTR. Что еще нужно понимать? Если вы выложили ваше видео и CTR меньше 3, 4, ну даже иногда 5, то забудьте о вашем видео. Его нету. YouTube просто его никому не покажет. Перезаливайте это видео. Ну, можете не перезаливать, можете подождать 72 часа и выложить это видео, переоптимизировать, поменять обложку, поменять описание. Если вам будет еще что-то интересное в этой сфере, пишите комментарии и я обязательно на них отвечу.